Когда-нибудь косметику в кредит брали? Нет. 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 Ни разу. Ни разу. А многие берут и даже не задумываются о последствиях. Десятки нижнекамцев приобрели косметику в кредит в различных организациях, а после со слезами на глазах и большими долгами побежали в Роспотребнадзор за помощью, потому как платить, как оказалось, нечем. Но здесь даже Роспотребнадзор бессилен. За последние полтора года специалисты получили 32 обращения с просьбой помочь расторгнуть кредитные договоры. Историю Гульнары Маддиновой мы рассказывали в ноябре. Она оформила косметику в кредит на 70 тысяч рублей, но через некоторое время поняла, что платить не в силах, однако было уже поздно. На данный момент я уже три месяца должна банку за содержание того, что они мне выделили 75 тысяч. Ну, это круглая сумма, я называю. И у меня на сегодняшний день уже 8 тысяч за должность по возврату этих процентов. Обращение в Роспотребнадзор не гарантирует решение проблемы. Главный санитарный врач отмечает, прежде чем подписывать документы, нужно хорошо подумать. К сожалению, юридических обоснований и оснований для рассложения у нас нет. Тем более, что парфемерная продукция такая не подлежит возврату. Это по закону, это по правилам указанного по сгнему правительства Российской Федерации 055. И здесь мы не можем помочь. Этим летом комаров обсуждают как никогда. Насекомые в начале июня в буквальном смысле одолевали нижникамцев. Нижникамцы твердили, территорию города не обрабатывают. Рустам Азиатуллин отметил, в этом году силами нижникамских санитаров было продезинфицировано порядка 310 гектаров площади. Однако борются лишь с малярийными насекомыми, которые представляют опасность. От обычных же комаров территорию никогда не обрабатывали. Да, безусловно, они кусают, но эти выкусы безвредны. И с этими комарами можно бороться обычными бытовыми средствами. Это репеллентами, мазей, полончики различные. От насекомых к грызунам число переносчиков геморрагической лихорадки растет. Как отмечают в Роспотребнадзоре, каждая третья особь является переносчиком заболевания. Избавиться от грызунов очень трудно, поэтому специалисты советуют следовать элементарным правилам профилактики. Чаще мыть руки, убираться в перчатках и масках и не есть продукты, вызывающие сомнения. Аделья Сиразова, Марсель Джураев, Новости НТР.